Всем привет! Меня зовут Ира, и сегодня у нас будет очень интересное видео. В четверг я сходила на премьеру фильма «Власть», и у этого фильма 8 номинаций на Оскар. Фильм повествует о вице-президенте США, которого звали и зовут, он еще еще жив, Дик Чейн. И по ходу фильма мы узнаем больше об этом человеке, о том, какие решения он принимал, как он стал вице-президентом. Эта история, мне кажется, есть олицетворение всей идеи американской мечты США. И да, этот человек-вор, убийца, и в общем-то, мало что хорошего он сделал. Особенно здесь интересно название фильма в оригинале. Это «Вайз», это не переводится как «Власть», то есть это уже адаптация к российскому рынку. Но «Вайз» — это вице-президент, но при этом еще и порог и зло. И именно об этом зле идет речь в фильме. Вновь затрагивается ситуация с терактом 11-9, когда самолеты врезались в башни Близнецы во время правления Буша-младшего. После чего США начал войну с Ираком. И, собственно, в ходе фильма ты начинаешь задумываться, кто стоял за этим терактом, кто стоял за этой войной, нужна ли была она и так далее и тому подобное. И эти мысли, они довольно жесткие. И я бы сказала, как всегда, пугающие. Но я не буду вдаваться в подробности фильма, потому что тогда вам не будет смысла его смотреть. Мне кажется, здесь будет гораздо интереснее обсудить другие детали фильма. Например, меня невероятно впечатлил монтаж. Он был настолько хорош. И это после «Фантастических тварей 2», где монтаж был просто ужасный. Это после российских фильмов, где монтаж тоже страдает. Кстати, в заводе был хороший монтаж, мне очень понравилось. Но в большинстве, например, сериалов, деви-шоу по телевизору, и даже, в общем-то, и российских фильмов монтаж — это прямо больная тема. Это прямо то, где, по-моему, профессионалов просто можно почитать по пальцам одной руки. Настолько плохо он, в общем-то, обычно сделан. И в это время ты смотришь «Власть», где монтаж — это буквально одна из основ фильма. То есть они раскрывают какие-то действия персонажей через метафорические перемешивания кадров с другими действиями. И в какой-то момент ты понимаешь, что он подсекает рыбу, и при этом идет разговор с президентом, где он тоже его подсекает, чтобы президент делал то, что хочет именно Дик Ченни. И, в общем-то, монтаж — это прямо даже, я бы сказала, отдельный актер фильма, который тоже ведет себя по этим улочкам сюжета. И, между прочим, в какой-то момент он даже начинает напоминать видео на ютубе, какой-нибудь нон-фикшн с ютубчика, Ян Тоблес там или Николай Соболев. То есть у них собираются какие-то кадры из поп-культуры, то есть там как молодежь отрывается на концерте, при этом идет какое-то повествование. В таком бодром темпе, духе, и действительно напоминает видео на ютубе. После чего мне создалось впечатление, что фильм был создан именно для молодежной аудитории. То есть для того, чтобы в политику вовлекать уже молодежь. Так как в большинстве своем мы довольно аполитичные, незаинтересованные, и очень небольшой процент молодых людей интересуется политикой, знает там губернаторов, знает, кто вообще за ними стоит, кто принимает решения, которые отражаются на нашей жизни. И это на самом деле очень плохо. Мы все нуждаемся в активном гражданском обществе. И вот этот фильм, он завлекает молодежь в это самое общество и заставляет тебя крутить свои шестеренки в голове и думать, так, то есть они решают мою судьбу, я должна с этим что-то сделать. За лучший монтаж, как мы помним, есть номинации на Оскар. И я надеюсь, что здесь будет победа, потому что, ну это круто, это впечатляет. И монтаж здесь играет одну из основных ролей. Также одна из номинаций — это лучший оригинальный сценарий. И это действительно очень хорошо проработанный фильм, так как Дик Ченни — это серый кардинал, это скрытая фигура на политическом поле была. И о нем очень мало информации о степени его влияния и о том, что он сделал и чего он в итоге добился. Я думаю, что большинство людей в США считает, что во всех бедах виноват Буш-младший. Он вообще ненавистная фигура. Но в этом фильме ты видишь ситуацию с другой стороны, и ты понимаешь, что за ним стоял человек очень умный, очень расчетливый, который напрямую связан с войной, с погибшими, с жертвами, которые были, и с результатами, которые есть. И, между прочим, Дик Ченни уже много лет после этого публично признал свою вину, и что война была не нужна. А люди-то все равно погибли. Я очень сомневаюсь, что фильм выиграет лучший фильм, потому что есть зеленая книга, которую я не смотрела. Но мы все знаем, что «Оскар» давно уже продался, все куплено, и там определенные фильмы побеждают. Но я надеюсь, что в других номинациях все равно будут победы, монтаж, хотя бы сценарий. И также я верю, что «Власть» возьмет парочку побед, возможно, в лучших актерских ролях. Я надеюсь, что хотя бы лучший актер Кристиана было, потому что он просто... Он так похож на этого Дикой Ченни. Если открыть фотографии, во-первых, опять же, номинация «Лучший грим и прически» очень хорошо все сделано, очень похоже. Даже все его дочери, его жена, другие персонажи, они все реально похожи на настоящих людей. Кристиан Бэйл, он именно хороший актер не только в том, как он мимикрировал под Дикой Ченни, насколько похожа его мимика, голос и общий образ, но и то, что Кристиан Бэйл, наверное, единственный актер, который столько раз использовал свое тело для того, чтобы вжиться в роль. Он даже отказался дальше испытывать свое тело на прочность и сообщил, что он больше не будет набирать, сбрасывать вес, качаться и так далее под роль, потому что он уже просто не выдерживает, что, в общем-то, неудивительно, ведь ему 45 лет. В 45 уже модификации с телом точно пора прекращать. Больше всего в этом фильме меня удивила смелость американца показывать свои ошибки на весь мир. То есть они показывают, да, у нас был теракт, у нас была война, мы это все признаем, но мы готовы исправляться, мы готовы решать этот вопрос, думать и меняться в другую сторону. И для этого, собственно, агитируется молодежь, чтобы мы понимали, что происходит там, наверху, и какие решения опасные принимаются, после которых страдают граждане обычные люди. И, в общем-то, особенно это впечатляет, когда ты понимаешь, что у нас, в России, таких фильмов не будет никогда. То есть никто никогда не снимет фильм про Сталина, где будут обличать его пороки. Никто никогда не снимет фильм про, вы знаете, того, кого нельзя называть. То есть ничего этого мы никогда уже, наверное, не увидим, потому что такой фильм просто не пройдет ни одной цензуры, а я считаю, что она есть. В то время как Голливуд просто, не знаю, буквально плюет в лицо правительству этим фильмом и говорит, ха, мы все знаем, все выяснили, вот, пожалуйста, все факты по полочкам. И в это время просто у нас, ну, вы знаете, фильм «Крым» и так далее. Ужасная пропаганда, абсолютно топорная, какая-то неприятная у нас происходит. То есть меня вообще, в принципе, поражает уровень пропаганды США среди своего населения. Если просто посмотреть на их уровень, а потом спуститься до нашего, то я становлюсь в шоке от того, как плохо у нас все сделано. То есть когда можно было так, и мы делаем так, чувствуешь какое-то неприятие. Конечно, можно здесь обвинить меня в том, что поклонение Западу, Трали-Валю, но, скорее всего, вы это говорите от того, что повелись на нашу ужасную пропаганду. После чего вопрос, а как можно на это повестись? Это выбор каждого, и мне кажется, те, кто хотят, они поймут, они переживут этот фильм, осознают тот ужас происходящего, который есть. Мне кажется, что такой фильм, он действительно может изменить взгляды какие-то, и в том числе политические, когда ты понимаешь уже вещи гораздо более серьезные. В какой-то момент я даже забыла, что мы смотрим художественный фильм, хоть и основана на фактах, и начала думать, что мы смотрим какую-то документалку. То есть представляете уровень просто этого фильма, этой голливудской работы, когда ты реально уже не знаешь, что ты смотришь, действительную правду с настоящими людьми, или все-таки художественный фильм с актерами, которые просто играют по фактам. Конечно, есть в фильме и сумбурные вещи, когда ты немножко теряешь фокус, потому что, мне кажется, режиссер очень много хотел все-таки показать, так как в фильме больше двух часов. Искренне считаю, что люди, которые хоть немного умеют думать и соображать, их фильм точно впечатлит, точно заденет что-то, заставит подумать о том, что происходит в нашей стране. Ладно уж эти американцы, вы их у гостолга вообще видели, но все равно ты проецируешь это на ту страну, в которой ты живешь. А те, кто любят фильмы попроще, полегче, без политики, без всяких сложностей, им, скорее всего, фильм не очень понравится, слишком сумбурно, слишком скучно, слишком, да не знаю, что-нибудь точно найдется. 110 причин, почему фильм отстой. Хотя это совершенно не так. Это очень сильная, очень впечатляющая голливудская работа, у которой есть определенный посыл. Так что я определенно советую посмотреть этот фильм. Может не в кино, может быть потом, когда-нибудь на компьютере, дома, потому что ничего там такого вау, чтобы смотреть именно в кинотеатре, нету скорее. Его нужно точно смотреть сконцентрированно, не отвлекаясь, чтобы не потеряться в этих сюжетных ходах и так далее. И тогда, я думаю, что вы точно попадете под очарование этого фильма, так сказать. Особенно Кристиана Бэйла и в какой-то степени Эмми Адамс тоже. И, между прочим, роль Эмми Адамс, то есть жена Дика Чейни, это тоже абсолютно не последняя персона, не последняя фигура в этой истории. Это тоже такое небольшое вкрапление о феминизме. В 70-е женщина мало что могла. Она не могла стать мэром города, и она использовала мужа для того, чтобы добиться своих политических амбиций. Так что фильм стоит просмотра. Я лично поставила ему 10 из 10, а подруга поставила 9 из 10, хотя средняя оценка на кинопоиске, по-моему, 6 из 9. Но я не очень понимаю, как это возможно, учитывая, насколько фильм захватывающий, сильный и просто хороший. Советую посмотреть, советую подумать. Советую включать соображалку, мозги, развивать это в себе и ни в коем случае не оборачиваться от политики, не быть аполитичными, потому что, когда мы не заинтересованы в том, что делает власть, происходят страшные вещи. И это при том, что в США довольно большой процент сознательности политической среди людей. У нас это еще в два раза меньше, и все равно у них происходят такие вещи. А какие у нас, мы даже не знаем. Как сказал Дональд Рамсфелд, это министр обороны США, и человек, который, ну, так сказать, вырастил в дикой чейне, когда у того состояния монстра, которым он оказался в итоге. Есть известные-известные, то есть вещи, о которых мы знаем, что мы их знаем. Есть известные-неизвестные, есть вещи, о которых мы не знаем. Но есть и неизвестные-неизвестные, когда мы не знаем, что мы не знаем. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, моя рецензия была вам интересна, полезна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментарии. И до скорой встречи в следующем видео Пока